Всем привет, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на своем YouTube-канале. Как и обещал, показываю вам косметичку в поездку. Да, вот она, вот такая вот малышка. Это правда, это малышка, да. Покажу, что лежит в ней, и покажу то, чем я пользуюсь в карантин на самоизоляции в Израиле. Да, надеюсь, скоро она закончится. Ну что, поехали. Значит, масочки, ну, что уж про них говорить. Масочки, как масочки. Вот это две мои любимые масочки от Мигритм. Это паровые маски. Вот так вот приложили, они начали работать с окружающим вас воздухом, нагреваться и расслаблять ваши глазоньки. Да, отечность, усталость все вокруг рукой снимет, а точнее этими масочками. Да, друзья, в отеле, в самолете, дома, после работы, на компьютере, это просто незаменимая вещь, дорогие мои. Так, еще сейчас достану то, что потом уберу. Это медали в подарок, это филарга, крем для глаз, крем для лица и маска для лица, да. Попробую, еще ими не пользовался. Миниатюрки, люблю такие штучки брать с собой в поездку. Ну, дальше тут у меня лежит, я еще не пользовался, я его чаще для тела использую. Это защита от Sunlook 50+. Плюс это вот то, что спасло меня в Америке, в Лос-Анджелесе, когда у меня вот здесь все обгорело, нос обгорел, уши обгорели. Эта вещь спасло, спасло мою кожу, реально. Никаких ожогов, никаких пятен, ничего не было. Вот идеальная вещь, правда. Для лица советую. Он белый, может быть для кого-то, когда вы наслаиваете, да, он будет очень сильно белым, выбеливает очень кожу, но на море самое то. Еще, естественно, большой вариант это миниатюрка. Так, это мы положили в косметичку. Дальше покажу еще, значит, это маска для лица. Дома я ее не пользуюсь в плане того, что, ну, я забываю. Даже когда вы ее откроете, вы поставите и вы забудете про нее. Да, да, вы забудете. Затем, вот это звучит для тела. Слава богу, добрые люди в магазинах все-таки еще дают вот такие саше. Это у нас с вами оморолица и кларан. Затем у нас с вами есть вот такой вот там большой шампунь, он есть. Но, опять же, добрые люди, мне дали в дорогу, упало. Вот это вот. Это керосназ, кондиционер и шампунь. На мою длину будет достаточно. Надеюсь, вам тоже. Так, сейчас я подниму, а то она упала. Это Орби. Да. Я, кстати, не знал, что вообще у Орби есть саше. Оказывается, они есть, вы прикиньте, они есть. Это кондиционер и шампунь. Да. Это все тоже отправляется в косметичку. Маска для волос. Да. Она мне тоже пригодится, когда я буду принимать соленые ванны. Ну что, дорогие друзья, мы с вами должны перейти в формат застолья. Поэтому мы с вами переходим к столу. Прошу. Прошу. К нашему с вами бьюти-столу. Та-да-дам. Так, поехали. Значит, здесь у нас с вами гидрофильное масло. Я взял с собой в дорогу. Это жидкий шелк. Покупал его в Скарлетт. Хорошая вещь. Увлажняет, питает. Приятное дополнение к бальзаму, кондиционеру, маскам и так далее. Вещь приятная. Здесь у меня вода, розовая вода. Перелил. Затем посол кулак я не брал. Я взял с собой пасту для волос матовую. Так, ну что. Для волос еще раз. Это любимое мое средство от LADOR. Это пилинг для кожи головы. Вот так он выглядит. Люблю его. Покупаю часто. Миниатюрки мне хватает, наверное, на два месяца уж точно. Потому что я пользуюсь раз в неделю. Так. Едем с вами дальше. Кремики для лица. Так вот четкие у нас всякие с вами. Кремики для лица. Это Миша. Это какой-то корейский. Вообще три в одном. Крутой крем мне, кстати, понравился. Это зеленый чай. Он успокаивает кожу и снимает раздражение. И подлечивает какие-то высыпания. Приятно питает, увлажняет. Вот эта штучка мне понравилась. Хочу купить потом, наверное, большую такой формат. Кстати, пользуюсь неделю. Как, знаете, как и не пользовался. Вот. Так что вот на заметку, когда едете в поездку, присмотритесь к таким вот... Как его? Дудочкам, наверное. Как правильно называется эти крема? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, в общем, к такому формату кремушков. Затем. Вот эта мне маска не понравилась. Она должна успокаивать и восстанавливать кожу после каких-то стрессовых моментов. Ну, не знаю. Ничего она не сделала. Не увлажнила. Просто чуть напитала и все. Не знаю, если она в большом формате. Ну, в общем, если увидите такую малышку, то не верите ее. Так. Ну, значит, по миниатюркам. Это была новая линейка от Chanel. У меня из этой новой линейки гель для умывания и импульсовности дома. Это у нас с вами маска. А это у нас с вами гель-скраб. В общем, ой. Он заканчивается. Я его оставлю. Я про него напишу. И там еще чуть-чуть тоже есть. Так что, в общем, вот когда у вас дома завалялись такие вот штучки, всегда приятно взять с собой. Ну, крем для лица. В принципе... А, это, извиняюсь, это маска от Chanel. Поэтому тоже приятная вещь. Попользоваться и забыть. Так. Что у нас с вами дальше? Это вообще любовь. Я про него напишу большой отзыв в Инстаграме. Смотрите. Расскажу потом о них, наверное, в пустых баночках. В общем, крутой крем. Увлажняет. Питает. Шикарно работает как база под макияж. Убирает шелушение. Убирает покраснение. В общем, топ. Его осталось здесь. Вот где-то вот столечко. Приду в Россию. Обязательно его куплю. Не забивает поры. Вот прям, ребят, рекомендую. Рекомендовал косметолог. Присматриваюсь к этому крему. И, походу, он мне немножко вызвал прыщи. Если честно. Поэтому что-то мне он не очень. Он от Роза Ц. Вы почитаете про него? Ну, как-то я не в восторге. Могу сказать честно. Это я купил тоже от прыщей на всякий случай. Он с тоном. Вот так он выглядит, ребят. На камере он темнее. Там есть два оттенка. Это самый первый, поэтому... Ну, отзывы на него, кстати, хорошие. Любимый марзан для губ от Shiseido. Мне нравится. Люблю его. Так, ну, энергии, молодости от Herborian. Затем у нас моя любимая штука CC от Herborian. Люблю ее безумно. Как и их BB. Вот. Ну, это я еще этим не пользовался. Это люблю. Так, вот это вообще полная... Срань. Писал уже про него и говорил в ТикТоке. Не понял, зачем это, для чего это все продукты для бровей, карандаши, помадки, тени. Просто с ним поплывут и уйдут. В общем, не надо это покупать. Нифига он ничего не фиксирует. И все, что про него говорят и все, что обещано, он не выполняет. В общем, жуть полная. Ну, карандаш для бровей, понятное дело. Так, ну, там у нас с вами, понятное дело, бритва. И это мыло от Santa Maria Novella. Вот так оно выглядит. Пока что тоже тестирую. Обязательно про него расскажу. Ну, а это тоже вещь. Напишу в Инстаграме про него. Шикарная штучка от Garnier, который реально делает крутой загар. Без ожогов, без сгораний, без красноты. Можно использовать на лицо. Брал его с собой в Египет. Очень крутой, красивый загар. Без пятен, без проплешин. И, опять же, повторюсь, не вызывает ожоги. Ну, вот как-то так. Ну, понятное дело, у нас здесь с вами чуть-чуть того, чуть-чуть сего. В общем, все, что нужно взять с собой. Понятное дело, в отпуск. Вот так выглядит. Вот так выглядит ванна. Красивенько, правда? Сейчас я даже отойду. Вот. Всем привет, дорогие друзья. В общем, дорогие друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Ну, в общем, все как обычно. Так что скоро будет большое количество влогов и всяких интересных мест из Израиля. Потому что, надеюсь, скоро у нас с вами закончится карантин. Я на это очень надеюсь. Так что, большое вам спасибо. Всех целую. И всем пока-пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok